Вы смотрите новости с севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. Опасные игры устроили подростки на крыше дома по улице Мубарякова в Уфе. Прохожий запечатлел происходящее на камеру мобильного телефона. Автор ролика сообщает, что дети бегали по кровле и играли в снежки. При этом школьники безопаски подходили к краю крыши. На замечания никак не реагировали. Стоит отметить, что из-за выпавшего снега на крыше становится еще опаснее. К счастью, этот случай прошел без печальных последствий. Росавиация утвердила перечень направлений, на обслуживание которых авиакомпании получат господдержку. Это региональные и социально значимые маршруты. По сообщению гострансов в список вошли 8 направлений. Уфа, Новосибирск, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Краснодар, Оренбург, Ростов-на-Дону и Самара. Четыре последних субсидируют из бюджета Башкирии. Для пассажиров это означает фиксированные цены на авиабилеты. Их цена будет существенно ниже, чем была бы в рыночной ситуации. В Уфе прошел всероссийский конкурс «Женщина-директор года». Руководитель Бирского кооперативного техникума Резида Ахунова стал победителем регионального этапа. Более 20 лет она возглавляет одно из старейших многопрофильных учебных заведений республики. Конкурсная борьба была напряженной. Из 25 участников в финал вышли 19. 12 из них одержали победу в различных номинациях. Резиду Гератовну признали воплощением делового стиля. С 24 по 26 января на сцене городского дворца культуры Бирска пройдет 25-й фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Состязание включает три отдельных конкурса – вокал, хореография и вокально-инструментальные ансамбли. Участникам необходимо подготовить по два произведения. Возрастная категория – от 16 до 35 лет. Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы. А финалом мероприятия станут два ярких гала-концерта. Заявки на конкурс принимаются до 23 января на электронный адрес, указанный на экране. Подробная информация – по телефонам. 8 347 289 66 96 и 8 905 355 44 20. Ночью 14 января на улице Мира деревни Мулина загорелся жилой дом. Для борьбы с пламенем прибыли две единицы техники и пять пожарных. Также не остались равнодушными местные жители. До приезда огнеборцев добровольная местная пожарная команда, полиции и медики дежурили на месте происшествия. Пламя не могли потушить до 4 утра. Во время тушения пожара обнаружили тело мужчины. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работает дознаватель МЧС России. Калтасинский подростковый клуб объявляет конкурс. Кафе для птичек на самую необычную кормушку. Принимаются самые оригинальные конструкции кормушек для птиц, изготовленные своими руками. Материалом для изготовления кормушек могут стать деревянные рейки, фанера, пластмасса, картон и другие возможные материалы. Жюри подведет итоги 25 января, а авторы лучших работ получат подарки. Благодаря участию в конкурсе вы можете помочь птицам пережить эту зиму. Работы принимаются по адресу улица Карл Маркса, 29. На днях глава администрации Караидельского района организовал встречу со студентами последнего курса Бирского медико-фармацевтического колледжа. Они обсудили вопросы закрепления молодых специалистов в центральной районной больнице. До будущих медиков довели информацию о плюсах жизни населения и мерах поддержки при строительстве и приобретении жилья. Также в рамках встречи организовали праздничный обед. Как считает глава района, только индивидуальный подход и поддержка молодых специалистов могут в последующем оказать положительный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова